это шлока 14 вот и начнем с раскрытия санхи кто хочет поучаствовать так оса так и останется са ну да это два слова вторительно падежем здесь на самом деле так и останется это одно длинное слово здесь непонятно либо это местный падеж да все верно она больше не могла ниоткуда появиться это местный падеж да все отлично все санхи раскрыты итак мы начинаем перевод как обычно с поиска действия в первой строке есть глагол обозначающий действие в первой в первой строке в первой строке тоже есть да это чудесно глагольный корень я с долгим а и это соответственно форма третьего лица единственного числа направляет или ведет кто ведет мы должны понимать что слова имеющие относительные местоимения они разбивают предложения на две части основную часть и на подчиненную часть и она здесь появляется не просто так это инструментальный падеж от относительного местоимения яд которое переводится как который оно склоняется так же как тат с единственным исключением что т заменяется на яд если тат оно больше указательное либо личное если там без существительного то яд это относительное местоимение и здесь инструментальный падеж мужского либо среднего рода потому что они совпадают для мужского и среднего получается у нас здесь два предложения начнем наверное с простого предложения перед ена находится два слова в именительном падеже верно сах это он либо тот и джатах причастие прошедшего времени от глагольного корня джан рождаться рожденный да и глагол связка асти так как это составное именное сказуемое глагольный глагольная связка асти она опущена здесь тот или он есть рожденный он есть рожденный это первое простое предложение перейдем ко второму предложению и здесь есть тоже слово в именительном падеже бамщах семья либо династия в данном случае подходит больше значение семья семья соответственно идет либо направляется и обычно с глаголами движение направление в качестве дополнения используется слово в именительном падеже направляется куда там в город направляется кому к другу здесь также мы наблюдаем это слово в именительном падеже основа оканчивается на ти мы уже сталкивались таким с такой парадигмы склонения это снова слово в женском роде находится саму на ти переводится как достоинство либо высокое положение семья идет к высокому положению и осталось перевести два слова в инструментальном падеже инструментальный падеж одно из значений его является сопровождение ну то есть типа я иду там с другом вот друг будет стоять в и творительном падеже соответственно не я иду с рожденным семья давайте переведем если подразумевать что я переводится как который то гена в инструментальном падеже переводится как чем 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 которым которым и джата мы уже переводили это слово рожденным да рожденным с которым рожденным вот это это суровая хита падеже как она есть но смотрите тот тот является рожденным с которым рожденным семья идет к более высокому положению к высокому положению ну то есть воистину рожденный то есть его можно назвать рожденным с которым рожденным семья продвигается или движется идет к высокому положению он имеет право назваться рожденным ну да да чьим рождением ну да так получается лучше да тогда укладываются тогда укладываются оба слова в инструментальном падеже слово вот это вот находится в в локотиле да местный падеж и предыдущее слово является его определением то есть прилагательным мы уже на предыдущих занятиях говорили что слова оканчивающиеся на и на не являются прилагательными и вообще суффикс и но он обозначает обладание чем-либо типа хостин это обладающий рукой или обладающий хоботом слон вот и мы также изучали парадигму склонения так так ну вот допустим парадигму склонения для слов оканчивающихся на им там конечно парадигма зависит от отрода вот но в данном случае у самсар соответственно мужской род пари вартин будет в мужском роде находиться и местный падеж добавляется окончание и местный падеж будет иметь вид как пари вартин и все знают что такое самсара это прохождение круговорот мирской жизни нам направление круговорот жизни и смерти приставка пари у глагольного корня в рт значит около вокруг сам глагольный корень пари вартин значит вертеться соответственно все прилагательное пари вартин переводится как вращающийся постоянно повторяющийся и все словосочетание в местном падеже переводится как в постоянно повторяющимся круги перерождения и дальше у нас следует два слова в именительном падеже видно что имеется вопросительное слово это местоимение вопросительное от в именительном падеже единственного числа мужского рода от к как кто вместе с ва его его можно перевести кто же или 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 кто ну так как или дословно то есть ва переводится как или или кто или какой как можно в данном случае еще перевести как какой какой кто мрита мертвый какой мертвый не рождается джая т рождаться здесь окончание атма не пада используется это настоящее время в значении чего-то повторяющегося регулярно типа там земля вращается вокруг солнца то же самое и здесь какой мертвый не рождается в постоянно повторяющийся круговороте рождения и смерти общее значение последнего предложения понятно ну то есть мы его сейчас с первым свяжем какой мертвый не рождается не рождается постоянно повторяющимся круговороте рождение и смерти а смысл фразы заключается в следующем рождаются все и только тот считается рожденным который та 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 ну то есть для того чтобы родиться или считаться рожденным нужно сделать определенные усилия а так то по сути и подлецы и всякие и низкие люди они все равно рождаются в этом смысл второго предложения теперь понятно да а и вы Продолжение следует...